Огонь у опоры ЛЭП явление редкое, но от этого не менее опасное. Работа под напряжением и в напряжении будний бригад по ремонту и обслуживанию линий электропередач. Это они предотвращают возгорание после удара молнии или скачка электроэнергии. Действует молниеносно. Сначала мы допускаем бригаду пожарников. Это первый этап. Второй этап нужно будет затушить за 60 секунд пламя возгорание. Сложно, но в принципе здесь ничего нет. Главное с волнением справиться. Предельно собраны. Действия отработаны до автоматизма. Уровень мастерства демонстрируют на ежегодных состязаниях МРСК Сибири. Этапов несколько. Техника безопасности, тушение пожара, сбор оборудования, работа в поле. По иронии, в условиях штормового алтайского лета. Глава компании Виталий Иванов подчеркнул, наш регион уже прошел экзамен стихии после барнаульского урагана. Объективно восстановились в течение 4-5 часов. Я буду скрывать, я сам этого не ожидал. Мы людей тут не ранжируем по каким-то, знаете, по профессиональным признакам прежде всего. Задача, вот прежде всего, людям обменяться мнениями, обменяться стандартами, обменяться практиками. Потому что мы работаем, по сути дела, хоть и Сибирь, мы работаем в разных климатических зонах. Это прежде всего. На высоте накатывает небольшое волнение. Нужно спасти пострадавшего, что повис на опоре. Отключить напряжение, подняться, опустить коллегу и оказать ему первую помощь. На все это максимум 6 минут. Тренажера Гошу спасли и не раз. Жюри отмечает, с каждым годом участников судить сложнее, ведь соревнуются они не только навыками, но и смекалкой. Например, в том году электромонтеры презентовали особое рукодельное приспособление. Воскресенье, вот это такая конструкция тяжелая и хрупкая. И вот для того, чтобы испытывать ее, ремонтировать, значит, это вот, ну, очень оригинальная такая подставочка. А вы дополнительные баллы за это начисляете? Естественно, естественно, это обязательно. Вот сегодня, например, Горный Алтай привез беспилотный летательный аппарат. Чтобы познакомиться с другими новинками, у судей будет целая неделя. Соревнования профмастерства продлятся до пятницы. И в данном случае штормовые прогнозы только обострят борьбу и выявят сильнейших. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.